Настоящий книжный кладезь отворил свои двери для истинных любителей увлекательного мира литературы. Если раньше залы библиотеки на Шёлковом наполняли преимущественно школьники, то теперь жители микрорайона приходят сюда целыми семьями. Александр – завсегдатый библиотек, но, как признаётся, не хватало времени, чтобы добраться до центра. Сейчас рад, что книги в шаговой доступности. С дочкой приходят сюда читать сказки Пушкина, а в обеде на перерывы сам не прочь подкрепиться пищей для ума. «Приятно осознавать, что руководство муниципальной центральной библиотечной системы откликнулось к нашим многочисленным просьбам об открытии своего филиала в нашем районе Шёлковой. С 1992 года после военных событий здесь не было никакой библиотеки. Это доставляло ряд неудобств. Место, которое сейчас было выбрано для открытия филиала с 1 июля, выбрано очень удачно. Очень удобно идти с работой, взять книги и просвещаться. Не следует забывать, что мы когда-то были самой читаемой нацией в мире». Новый дом филиал обрёл лишь месяц назад, но стеллажи уже разделены на привычные отделы для взрослых и детей. Есть отделы для малышей с занимательными книгами и яркими иллюстрациями. Вскоре здесь появятся и настольные игры, рассказывают библиотекари. Посетителей уже немало, читательская база стремительно подбирается к сотне. «Очень много работы по оформлению залов. Ещё не вся работа проделана, потому что продумывается детально каждый штрих, каждый нюанс учитывается, дизайн, оформление помещения. Это тоже всё очень важно для первого впечатления читателя. Мы готовы радовать наших читателей книжными новинками, литературными произведениями и теплотой творческих встреч». Русская классика, зарубежная литература, современные бестселлеры. Библиотечные стеллажи пестрят яркими обложками и любимыми авторами. За историческими очерками и детективами приходят взрослые, ну а юные читатели с любопытством разглядывают картинки. Пользуются спросом и познавательные журналы. Арина, будущий ветеринар, с интересом изучает зоологию. «Больше всего читать журналы о животных, потому что там учат, как они растут, как живут, питаются, всякие мифы о них, рост, какие виды бывают. Я живу недалеко, и хорошо, что открылась библиотека». «Я очень сильно люблю читать. Хожу я часто в библиотеку. Я буду сюда приходить часто и буду читать сказки». «Я очень люблю читать, но больше всего я люблю читать детские книги, потому что вечером я рассказываю их своей сестре на ночь. Ей очень интересно это слушать. Я хочу, чтобы она выросла и любила читать так же, как и я». Ещё один библиотечный филиал открылся в микрорайоне Борисовка. Новое помещение подарило уникальную возможность проводить массовые мероприятия. Свободного места предостаточно, о чём раньше могли только мечтать. «К нам кто мог приходить, только группа детского сада, и то только из-за того, что детки маленькие. Они втроём на одном стульчике умещались. Здесь мы проводим мероприятия. Прекрасно. Все помещаются, не только помещаются, могут и в игры поиграть, побегать, попрыгать, посмотреть там, посидеть там, книжечки, полистать, журнальчики. Так что мы рады, жители наши рады. Приходят, я говорю, и бабушки, и родители приходят с детьми. Все довольны». Сейчас филиалы активно работают над оформлением помещений, наращиванием читательской и книжной базы. В планах организация многочисленных познавательно-развлекательных и интерактивных мероприятий. Екатерина Белогривая, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.